МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последний звонок со смертельной вспышкой. Нелепая гибель мужчины в Тимошевском районе. Сегодня мы должны просто обеспечить возможность жителям нашей страны приехать на наш курорт. А главное без пробок. Когда закончатся заторы на трассе М4 Дон, сегодня назвали конкретные сроки. Пустите ножник, дайте ножник. Пойдем-ка. Если и париться, то в бане, а не на знойных улицах, как выживают утомленные солнцем. Четверо полицейских против одной хрупкой дамы. Ей грозят уголовным делом за то, что защищала себя от стражей порядка. Подсолнухи на нем растут. В общем, самое главное, это корона со злаковыми. Заслуженно коронованный хлеб-гигант. Сколько весит главный мучной персонаж праздника урожая. Объект, который похож на буковку М или W. Звезд будет столько, что устанем загадывать желание. Расскажем, когда наступит эта волшебная ночь. Добрый вечер. О главном к этому часу расскажут факты. И начну с трагедии. В Тимошевске мужчина погиб от удара молнии. Когда началась гроза, он вместе с компанией друзей спрятался под деревом. А за секунду до гибели он ответил на звонок по мобильному телефону. Молния ударила в дерево. Мужчина погиб мгновенно. Двое его друзей сильно пострадали. У одного ожог 50% в тело, второй контужен. Сейчас мужчина находится в больнице. Грызовые дожди прогнозируют метеорологи на Кубани в выходные. Непогода может обрушиться на Черноморское побережье и предгорные районы края. Проливные дожди местами с градом и шквалистым метром. Жители и спасатели просят быть осторожными во время грозы по возможности пережидать такую погоду под крышей. Несмотря на осадки, температура воздуха сильно не опустится, уверяют метеорологи. Ночные температуры будут достаточно высокими. Это 19-24 градуса. Лишь только в юго-восточном предгорье достаточно прохладно ночью. Это 13-18. Но уже в понедельник столбики термометров снова поползут вверх. Синоптики прогнозируют до 37 градусов. Но выходные станут лишь небольшой передышкой в череде знойных дней августа. Всю прошедшую неделю Кубань плавилась от высоких температур. Даже вода в море прогрелась почти до 30 градусов. Как справлялись с палящим солнцем люди и животные? Всю неделю наблюдал мой коллега Тимур Лавронов. Он уже в студии. Тимур, привет. Но скажи, удалось найти какой-то универсальный способ спасения от жары? Тож, привет. На этот вопрос отвечу позже. А как ты сама относишься к жаркой погоде? Ну, это время я провожу в студии. Тут кондиционер, как ты успел заметить. Но, если честно, зной не люблю. Слушай, а я, наоборот, и, честно скажу, снимая эту историю, получил наслаждение. Много работали на улице. Кроме одного эпизода. Но там, в принципе, холода не бывает. Давайте посмотрим сюжет. Сережка! Сережка! Сережкой зовут самого крупного сухопутного хищника на земле, белого медведя. А точнее, медведицу. Полное имя Серега. Ей очень жарко. Пока братья неторопливо догрызают рыбу, Серега уже готова перейти к десерту с замороженным яблоком. Недавно косолапых перевели в специальные холодные домики, где температура плюс 17. Но Мишки предпочитают есть прямо в воде. В ней на градус меньше. Вы прекрасно видите, какая у нас сейчас аномальная жара стоит. Термометр-столбик у нас достигает до 37 градусов. Плюс 37. То есть жарко, душно. Гостям из Арктики в парке тяжелее всего. А вот 52-летней индийской слонихе Чани такая жара подходит в самый раз. У мудрой трехтонной красавицы хороший аппетит и веселое настроение. Чани принимает песчаные ванны, но и в теплой водичке искупаться не прочь. Она ложится в бассейн. Видно ее только глаза и хобот. Она погружается и балдеет. Домашние животные тоже страдают от жары. Чтобы облегчить жизнь четвероногим, ветеринары идут на радикальные меры. Одних бреют, других тщательно вычесывают. Ежедневно около 10 кошек и собак скидывают в этом салоне лишнюю шерсть. Потому что очень жарко на данный момент, потому что котик страдает. Он, как говорит хозяйка, ложится под диван, в темные углы прячется. Ты довольный? Ты довольный? Тем не менее, животные лучше приспособлены к жаре, чем люди. Ожидать транспорт под палящим солнцем похоже на медленную пытку. Пассажиры не намерены ее терпеть еще и в салонах. Поэтому выбирают автобусы со снежинками, то есть с кондиционерами. Чаще получается, что я езжу в автобусах и специально жду именно автобусы с кондиционером. Вот не езжу в маршрутах без кондиционеров. Конечно, по такой жаре можно умереть в маршрутке. Но кондиционеры установлены далеко не везде. К примеру, из 212 вагонов в Краснодаре всего два трамвая со сплит-системой. Если у нас здесь 40 в тени и 3 месяца буквально мы жаримся все, выходя на улицу, а если садимся еще в салон, да? А еще и нашим водителям, и кондукторам приходится работать в таких условиях, полную смену. Из-за непростых условий работы водителям общественного транспорта добавляют 14 дней отдыха к отпуску, а кондукторам 7. Будьте вежливы. А те, кто предпочитает пешие прогулки в самое пекло, вынуждены останавливаться практически у каждого холодильника с мороженым. Или бочки с квасом. Мы взяли полтора, а потом бутылку купили, еще купили. Пока до дома доехали, литра 4,5 на воды выпили. Вдвоем. Некоторые жители спасаются от палящего солнца весьма оригинально. Следуя известной пословице. Клин клином вышибают. Они идут в баню. Я вот уже более 40 лет хожу в один и тот же день, в одно и то же время, в одну и ту же баню. Бывалые парильщики утверждают, что визиты в парную повышают общую выносливость тела, закаляя его перед влиянием любой погоды. После добровольных зекутся и веником. Любая жара не страшна. И здесь плюс 90. Жарко до слез. Тем не менее, универсального способа, как оставаться равнодушным к палящему солнцу, просто нет. Пустите дождик. Дайте дождик. Ладненько. Тимур Лавронов, Тамара Симонова, Юрий Дешин, Денис Акулов, Геленджик, Красодар, Кубань24. Тимур, ну баня, конечно, это хорошо, но вот спасаться от жары там я бы не стала. Вот мороженое с удовольствием. Наташа, ну ты одна в день продает с каждой точки, сбывает до 50 килограммов мороженого. Прибыль считать не будем. А если серьезно, то когда столбики термометров зашкаливают, медики, конечно, советуют без особой надобности на улицу не выходить, а лучше это время переждать дома. Переждем дома, тем более впереди выходные. Но жаркое время, самый сезон не только для туристов, но и особых заболеваний, возбудители которых очень любят тепло. Для тех, кто предпочитает отдых за границей, где лето практически круглый год, Роспотребнадзор выпустил навигатор курортных инфекций. Специалисты рассказали, чем может обернуться отпуск в экзотических странах. Где и чего опасаться, расскажет Юлиана Шнайдер. Летом многие едут отдыхать в экзотические страны, но редко кто задумывает, с какими последствиями может обернуться поездка к Лазурным океанским берегам. Зато эти истории хорошо знают врачи. Брюшной тиф, малярия, желтая лихорадка. Неужели еще можно подхватить эдакий пережиток прошлого? Оказывается, можно и не только это. Итак, смотрим холера. В России они давно забыли, однако инфекция может поджидать в Индии, Вьетнаме, Сингапуре, Китае, Доминиканской республике и на Филиппинах. Источники заражения – немытые овощи, фрукты, плохо проваренные продукты. Подцепить холерный бибрион можно и купаясь в водоемах со стоячей водой. Лихорадка Денге. Страны Юго-Восточной Азии, которые популярны у туристов, сегодня лидеры по количеству заболеваемости. Таиланд, Вьетнам, Индия, Бангладеш, Мексика, Бразилия и Китай. Лихорадка передается при укусах москитов. Больного мучат боли в голове, пояснице, температура и внутренние кровотечения. Основной способ уберечься – это защита от насекомых. Желтая лихорадка. Ее тоже переносят комары. В зоне риска 32 страны Африки и 12 стран Южной Америки. Но наши туристы чаще бывают в Кении, Бразилии и Венесуэле. Перед поездкой нужно сделать прививку не позднее, чем за 10 дней до отпуска. Чума. Ну, одно слово уже внушает ужас. Симптомы даже перечислять страшно. Вспоминаются картинки средневековья. Однако заразиться можно и в наши дни. В Индии, Республике Конго, в странах Центральной Азии – это Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Монголия. Передается воздушно-капельным путем, а также через укус и блох. Нужно избегать контактов с грызунами. Обязательно помним, пить только бутилированную воду и не пользоваться готовым льдом. Опасность может исходить от ядовитых растений из-за разных животных. Татуировки делайте только дома. Есть риск подцепить не только гепатит Б и Ц, но еще чего поэкзотичней. И меньше контактировать с местными жителями. А где же безопасность, спросите вы? Чисто на европейских курортах. Недостаток, миграционные конфликты и высокие цены. Что касается нашего побережья, то здесь не нужны визы, цены доступные. Но врачи советуют не забывать о правилах гигиены. Хорошего и безопасного отдыха. Краснодарцы также спешат за пределами шумного города. Ближе к вечеру транспортом оказались заполненные основные выезды. Яблуновский мост, улицы Дзержинского и Красных Партизан. Где еще пробки, предлагаю узнать прямо сейчас. И внимание на карту. Как всегда, тесно в районе Чистяковской рощи, на передовой и Новороссийской. Тургеневское шоссе загружено в сторону центра. Также в этом районе виднеется пробка на Кубанской набережной. Постоять немного придется перед самым мостом. Ну и сейчас нам показывают менее загруженную часть Кубанской набережной в районе улицы Советской. Тут проезду ничего не мешает. В обе стороны скорость высокая. На Сормовской еще сохраняется напряженная обстановка. По-прежнему много транспорта движется в сторону микрорайона. Небольшие задержки в пюте еще возможны. На Северной не все однозначно. Не везде можно хорошо разогнаться. Сложные участки есть. Так, в районе Ливаневского немного снижена скорость в сторону центра. Перед Яблуновским мостом придется немного постоять. Много машин сейчас направляется в эту сторону. Пробка на Захарова и на Индустриальной. Но на самом мосту с движением полный порядок. Отправляемся в Сочи. Узнаем, что там на дорогах. Улица Горького на экране. Тут с движением никаких проблем не будет. Загруженность этой части улицы невысокая. Машины едут бодро. На проспекте Курортном этим вечером все тихо и спокойно. В этот час совсем немного транспорта можно увидеть на этом участке. Город отдыхает. Но гораздо сложнее тем, кто пытается преодолеть рыночное кольцо Адлера. Огромная пробка собралась перед мостом. Да, за ним свободнее не становится. В тройке самых загруженных улиц Краснодара этим вечером оказались Тургенево, Дзержинского и Кубанская набережная. Пытаясь выехать из города под Дзержинского, можно потерять до получаса времени. Но с учетом пробки на Тургенево еще больше. Это не самый удачный маршрут сегодня. Возьмите на заметку. Еще один проблемный участок с пробками, который хорошо знаком водителям, это трасса М4 Дон. Так вот, ремонт на участке Краснодар-Джубга завершат в октябре. Об этом сегодня сообщил глава Росавтодора. На проблему заторов в районе села Дефановка внимание Сергея Кельбаха обратил губернатор Кубани. Вместе с Вениамином Кондратьевым он оценил ситуацию на всех федеральных магистралях, ведущих к побережью. Ну а после обсудили перспективы развития дорожной сети края. Подробнее Мария Крошная. Заветное «поехали» на дорогах к морю говорить еще рано. Но уже сегодня видно – поток машин на Джубгинской трассе начал двигаться. Набрать 90 км в час здесь еще не получится. Однако уже ставший знаменитым участок пути от села Молдавановка до села Дефановка стал почти в два раза быстрее. Автотуристов это, конечно, ничуть не успокаивает. Последние десятки километров, которые они вынуждены проезжать за полтора-два часа, становятся для них чуть ли не самыми долгими. Очень устали. Тяжело. Часа полтора, наверное. Километра пять, честь. Печально, обидно за страну, что здесь столько наших денег вложено. Мы едем отдыхать и попадаем вот в это. Скорость автомобильного потока увеличилась за счет патрулей ДПС. Их по поручению губернатора на дорогах края стало в разы больше. Но это была вынужденная мера, рассказывает Вениамин Кондратьев, председателю Автодора. Федеральный чиновник по просьбе губернатора специально прибыл в Краснодарский край, чтобы лично оценить обстановку. Сергей Кельбах у глава региона показывает ситуацию на трассах сначала с воздуха. Осматривает основной магистраль побережья в Туапсинском районе и альтернативный путь через Шелмянский перевал. Затем проблемную дорогу объезжает уже на машине. Здесь ведется ремонт. Хоть и движению ничуть не мешает, но за ограждениями не видно никаких работ. С чем столкуются люди? Они видят вот эти бордюры. Много бордюров, сплошные бордюры. А работы, которые ведутся, они не видят. Поэтому, конечно, они говорят, вот нагородили, позагородили. В целом это у них вызывает вот это раздражение. И второй момент. Насколько можно выйти из курортного сезона? Неужели в теплом, благоприятном, с точки зрения погодных условий регионе нельзя строить это, допустим, осенью, весной? Но у нас, как правило, пик активности строительных работ на дороге выпадает именно на курортный сезон. Когда и жители края, и гости идут на море. Мы пересмотрели свои подходы. Целый ряд работ мы не начали специально. И начнем их с октября месяца. То есть мы полностью сейчас пересмотрели подход. Я думаю, что мы в ближайшее время обязательно представим вам, по окончанию вот этого сезона, представим вам для того, чтобы, ну, во-первых, одобрение получить. И у вас, у администрации края была четкая, понятная картина. Что будет происходить? К чему готовиться? Освободить от рабочей техники самый проблемный участок трассы Краснодар-Джубга планируют уже этой осенью. К этому сроку здесь завершат все ремонтные работы, заверил глава автодора Вениамина Кондратьева. Я хотел бы, чтобы мы сегодня максимально акцентрировали внимание на сроках. И, как в прошлый раз, то есть понимали, когда мы завершим полностью весь цикл дорожных работ на промежутке Краснодар-Джубга. И я понимаю, что в этот сезон мы находимся в разгаре, по большому счету, строительных работ на пленных участках. Но очень надеюсь, очень уверен, что к следующему сезону мы однозначно уйдем от этих проблем. Никаких строительных работ на участке Краснодар-Джубга вестись не будет. Мы в октябре месяце будем готовы сдать джублинскую развязку Вениска. Мы внимательно оценили состояние строительства объекта, свои возможности. И сейчас можно с уверенностью сказать, мы готовы будем сдавать. Это очень серьезно развяжет весь этот транспортный узел, поворот Сочи-Новороссийск. Сергей Иванович, я думаю, что вас на слою ловить не приходится, потому что все, что вы говорили, еще раз почерпну на прошлом промежутке. Мы это сделали, поэтому в конце октября мы вместе все перережем ленточку вот этого сегодняшнего, я верю, проблемного промежутка Краснодар-Джубга. И на самом деле эта проблема уйдет, уйдет вместе с этим годом. Полностью же реконструкцию трассы М4-Дон Краснодар-Джубга закончит до начала следующего курортного сезона, обещает Сергей Кельбах. Однако с каждым годом количество автотуристов увеличивается и проблемной может стать любая магистраль, ведущая на побережье, замечает Вениамин Кондратьев. Губернатор Кубани предлагает работать на перспективу и создать новую транспортную схему региона. Конечно, нам нужна новая транспортная логистика. А, естественно, значит, раз нужна новая транспортная логистика, нам нужны новые дороги. Надо продумывать и понимать, что нужны и альтернативные дороги. И сегодня мы вам хотим предложить строительство дороги Майкопа-Туапсе. Она будет как и дублером, как и альтернативной дорогой. И сегодня автопоток автотуристов говорит о том, что сегодня мы должны просто обеспечить возможность жителям нашей страны приехать на наши курорты. Курорты Черногорского побережья. Дальнейшее развитие курортов Краснодарского края без развития дорожной инфраструктуры невозможно. Это сегодня жизненная необходимость. Этот проект, по мнению Вениамина Кондратьева, позволит разрешить проблему не только с пробками в регионе, но и со скоростным режимом. А значит, сделать дороги и для жителей, и для гостей Кубани комфортными. Мария Крошина, Денис Перец, Денис Мскаленко, Кубань, 24, Туапсинский район. Готовность номер один. В 54-й школе Краснодара практически закончен плановый ремонт. Остались, что называется, последние штрихи. Полностью обновлен фасад здания. Ремонтники побывали в каждой учебной комнате. А к 12 августа все работы будут закончены. На приведение в порядок старейшего в Краснодаре учебного заведения потратили около полумиллиона рублей. Мы осуществили полностью текущий ремонт. Это покраска зданий первого, второго, третьего, четвертого этажей. Также и классных комнат. На данный момент сейчас производится работа на третьем этаже. Также текущий ремонт, это покраска стен. И сегодня у нас производится еще капитальный ремонт. Это санитарные комнаты для девочек. К большому ремонту приложили руку и школьники. Им достался двор. Дети вместе с учителями высадили цветы и кустарники на клумбах. К новому учебному году сейчас готовят все школы и детские сады Кубани. В Анапе ремонтируют больше десятка общеобразовательных учреждений. Там обновляют медицинские кабинеты, раздевалки спортзалов, приводят в порядок лестницы и холлы. А в Армавире проверяют на соблюдение мер безопасности детские сады. Сотрудники управления образования, полиции и пожарного надзора осмотрели пищеблоки, оборудование и даже меню для малышей. Кроме того, специалисты пересчитали каждый огнетушитель и осмотрели исправность системы сигнализации. В сентябре в дошкольные учреждения Армавира пойдут около 9 тысяч малышей. Но всего на Кубани 1 сентября в детские сады и школы пойдут около 600 тысяч детей. В Афганистане сегодня был захвачен вертолет Ми-17. Весь экипаж, 7 человек, среди которых и россиянин, попали в плен. Подробности ЧП знает моя коллега Алла Гаража. Алла, здравствуй. Добрый вечер, Наташа. Гражданин Российской Федерации по фамилии Севастьянов был штурманом экипажа. Вертолет принадлежал Пакистану, а в нашу страну направлялся для ремонта. Но из-за технических неполадок вынужден был экстренно приземлиться в приграничной с Пакистаном провинции Лагар. После чего летчики попали в плен к местным боевикам. Судьбу россиянина сейчас выясняют сотрудники нашего посольства в Кабуле. Чем еще отметилась уходящая пятница, сейчас расскажу. Не стало одной из легенд российской театральной сцены. В Петербурге ушла из жизни Зинаида Шарко. Одна из ярчайших актрис театра и кино, любимая миллионами. Она была ведущей солисткой Большого драматического театра имени Товстоногома. Этому театру она посвятила жизнь и карьеру. Актрисе было 87 лет. Дату прощания Зинаида Шарко определят ее родственники. Другим новостям. Более 400 автомобилей сгорело во время музыкального фестиваля в Португалии. Огонь вспыхнул на парковке. Пламя распространилось молниеносно. Машины взрывались одна с другой. Спасателям удалось потушить пожар в течение часа. Все посетители фестиваля были эвакуированы. Никто не пострадал. А теперь об инциденте в Италии. Там грузовой самолет выкатился прямо на оживленную автотрассу. Все случилось в аэропорту итальянского Бергама. Прилетевший из Парижа грузовой лайнер после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранил забор и оказался на трассе. ЧП случилось рано утром. Машин было немного. Поэтому водителям удалось лавировать и уйти от столкновения. А вот трое членов экипажа пострадали. Они получили незначительные травмы. Но угрозы их жизни нет. Настоящий бунт устроили сегодня пассажиры авиакомпании «Ир Айра» прямо на борту своего самолета. Люди приобрели билеты на прямой рейс до Хабаровска на самолет «Сухой Суперджет». Но вместо нового лайнера всех посадили на старый Ан-24. Во время взлета самолет задымился. Испуганные люди потребовали остановить воздушное судно. Стюардесса попыталась угомонить разъяренных пассажиров, но ее попытки успехом не увенчались. Около двух часов люди просили экипаж борта остановить самолет. Успокоились лишь, когда пилот вышел из кабины и объявил о возвращении в аэропорт Улан-Удэ. Ну и в завершение я расскажу, как полицейские Ирландии гонялись сегодня за НЛО. Патруль города Гори не просто устроил погоню за представителями неземных цивилизаций, но еще и задержал пришельцев. Не может быть. Это сюжет какого-то нового фильма, что ли? Нет, Наташа, все произошло в реальной жизни. Жители ирландского городка стали очевидцами такой картины. Но в космическом корабле гуманоидов не оказалось. За его рулем сидел местный художник Али Кемаль. Он смастерил летающую тарелку для участия в городском художественном шоу. Стражи порядка убедились, что аппарат безопасен для окружающих. Проверили документы владельца и отпустили. Регистрация кандидатов в Государственную Думу по двум избирательным округам Краснодара 46 и 47 завершена. Об этом сообщили сегодня на заседании в Краизбиркоме. Удостоверение кандидата сегодня получил мэр Кровестолицы Владимир Явланов. На выборы он идет от партии «Единая Россия». Сейчас Явланов находится в отпуске и вместе с коллегами-кандидатами готовится к следующему этапу предвыборной кампании – агитационному периоду. Также председатель Краизбиркома Алексей Черненко вручил удостоверение зарегистрированным кандидатам Наталье Ивановой, Андрею Ятченко, Георгию Казменко и Леониду Запрудину. На парламентское кресло будут претендовать по 10 человек по каждому округу. Самого движенца среди зарегистрированных сегодня кандидатов нет. Скандал, который взбодоражил весь Сочи возле городского рынка. Женщина-водитель так старалась отобрать свой автомобиль у эвакуаторщика, что теперь в этом деле разбираются полицейский и следственный комитет. Конфликт дошел до рукоприкладства. Александра Писаренко посмотрела эти скандальные кадры. Помогите! Помогите! Они запрыгнули на эвакуатор, надели на меня наручники. Причем это все было в грубой силе, меня стаскивали, я кричала дико, я испугалась. Мне было больно, мне выламывали пальцы, мне тащили за ноги. Так закончилась для жительницы Сочи поездка за продуктами. Она припарковалась, правда, в неположенном месте минут на пять. А когда вернулась, машину уже грузили на эвакуатор. Защитить свой автомобиль дама старалась как могла. У него где-то вот здесь царапины на руке. Из-за вот этих царапин возбуждено уголовное дело, что угроза жизни и здоровью данному сотруднику полиции. Пока меня удерживали, он постоянно был со мной. Но он собирал доказательную базу, собирал заявление, собирал это. И все время мне говорил, я тебя закрою на 10 лет, я тебя закрою. Как утверждает Ирина, ее 10 часов возили по отделениям города. Снимали отпечатки пальцев, выясняли, не пьяна ли она, не принимает ли наркотики. Как нам пояснили в следственном комитете, вопрос о возбуждении уголовного дела только решается. Санкция по этой статье не 10, а до 5 лет. А вот административный протокол за остановку в неположенном месте уже оформлен. Решение об эвакуации автомобиля было принято в связи с тем, что водитель автотранспортного средства нарушила пункт 1.3 правил дорожного движения и припарковала автомобиль в неустановленном месте. Но, уверяет Ирина, она припарковалась справа от строительного вагончика. Теперь здесь стоят фуры. Есть и знак, запрещающий парковку. Прямо под ним продают арбузы. Бойкая стихийная торговля, видимо, совершенно не мешает дорожному движению. А эти кадры также снимали очевидцы, но уже в Туапсе, в июне. Полицейский сначала хватает за горло мужчину, который нарушил правила ПДД. А затем переключается на его жену. Она в положении. Эта стража порядка не смущает, и он тащит женщину в служебную машину. Этого полицейского в фуражке уже наказали. Ему пришлось сложить погоны. Из органов мужчину уволили. Какие санкции применить к сочинским сотрудникам в управлении МВД еще решают. В отношении сотрудников ДПС, участвовавших в данном инциденте, руководством главного управления МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки. А правами автомобилистов уже заинтересовались на федеральном уровне. У хозяев транспортных средств может появиться свой защитник. В Госдуме предложили выбрать омбудсмена, который будет разбираться в том числе и в таких дорожных скандалах. Александра Писаренко, Виктор Сиенко, Кубань-24, Сочи, Краснодар. Кубань готовится к новому аграрному рекорду. В регионе буквально через месяц начнется уборка риса. Им засеяно около 140 тысяч гектаров земли, что на 4 тысячи больше, чем в прошлом году. Площади посевов в основном увеличили за счет Темрюкского района. В двух хозяйствах «Светлый путь» и «Красный октябрь» ввели в оборот почти 2,5 тысячи гектаров рисовых систем. Посмотреть на всходы приехал вице-губернатор Андрей Коробко. Он подчеркнул, что три месяца назад землю все еще вспахивали, ну а теперь уже все колосится. За короткий срок восстановили и обработали эти заброшенные чеки, посеяли, сделали полностью реконструкцию тех водонапускных каналов, которые необходимы для того, чтобы подать сюда воду. Я видел, какая проводилась огромная работа по расчистке. Этот объем посевов риса, он несет, я думаю, что очень большую лепту для того, чтобы получить наш кубанский миллион тонн риса. До нынешнего года чеки в двух хозяйствах Темрюкского района стояли бесхозными почти 10 лет. На брошенные земли обратил внимание губернатор Кубани Владимир Вениамин Кондратьев. По его инициативе рисовые системы передали краю, после чего началась масштабная работа. Но теперь на этих полях трудятся более 40 человек. У нас вот здесь бывший инженер светлого пути, он уже в таком пожилом возрасте, вот он каждый день в три часа, это можно сверять часы, он приезжает на своих «Жигулях» и становится, и смотрит на рисовые чеки. Я вот когда к нему подъезжаю, спрашиваю, вы постоянно здесь стоите? Он говорит, я смотрю и любуюсь, и радуюсь, что все-таки хозяйство живет. Сейчас главная погода. Нужна жаркая и ветреная. Тогда рисоводы получат высокий сбор, который внесет большую лепту в урожай всей Кубани. Вот такой ширины, вот такой высоты. Главный символ дня урожая. Кубанский каравай уже практически готов. В этом году его диаметр 1,80 метра, высота 1 метр и весит он почти 200 килограммов. Произведение кулинарного искусства сделали пекарей Пашковского хлебзавода. На каравае вся Кубань, от колоссистых полей до виноградников. И все элементы выполнены вручную. Мы еще хотели показать даже то, что делается в нашем крае. Это и вино, и фрукты. И все это в рог изобилия выливается, и подсолнухи на нем растут. В общем, самое главное, это корона со злаковыми. И это спасибо нашим хлеборобам, которые дают нам хорошее урожай. Над символом праздника трудились 5 дней семеро мастеров. Кстати, уже известны не только ингредиенты, но и их количество. Чтобы испечь Кубанский каравай ушло больше сотни килограммов муки, 400 яиц, около 20 килограммов сахара и маргарина. Но во всей красе Кубанский каравай предстанет перед хлеборобами завтра на дне урожая. На Большом Кубанском каравае место найдется всему, что выращивают на полях в крае. Кстати, пока хлеборобы готовятся к большому празднику, в свою уборочную кампанию начали животноводы. Они заготавливают силос. Как узнала Александра Проскурина. Силос – зимой сила. Именно так считают аграрии учхоза Краснодарская. Поэтому на заготовку основного блюда крупного рогатого скота земли не пожалели. Гибридами кукурузы сорта «Пионер» и «Ладожская» засеяли более 300 гектаров. Все для того, чтобы почти 2500 голов скота получали необходимые питательные вещества и витамины. По плану нам нужно заготовить 10 тысяч тонн силоса. В сутки мы заготавливаем примерно около 1200-1300 тонн. В каждом хозяйстве, где занимаются разведением крупного рогатого скота, уборка идет полным ходом. Сельхозмашины сменяют друг друга без остановки. Нельзя терять ни минуты, ведь промедление отрицательно сказывается на качестве корма. Комбайнер и водитель большегруза работают сообща. Только такая синхронность позволяет ускорить процесс сбора урожая. Усилиями аграриев уже заготовлено треть необходимого объема силоса. А это ни много ни мало – полтора миллиона тонн. Кормоуборочными комбайнами кукурузу скашивают под самый корень, измельчая при помощи специальных корнкрекеров. Это большие круглые лезвия, которые перемалывают стебель. Зеленая масса сразу смешивается со специальным консервирующим препаратом, который улучшит качество, сохранит все полезные вещества и защитит от перегнивания. После чего кормовой полуфабрикат отправляют в бетонные траншеи на хранение. Для того, чтобы заготовить качественный силос, нам необходимо его качественно отрамбовать. В данный момент на яме находится 5 единиц техники. Это порядка 60 тонн. Правильно приготовленный силос для коров – настоящее лакомство. В такой смеси содержится клетчатка и протеины, которые влияют напрямую не только на качество, но и на количество полученного молока. Именно поэтому аграрии на приготовление главного зимнего блюда для рогатых не жалеют ни сил, ни времени. Александра Раскурина, Артем Васенко и Влад Захаров, Кубань, 24, Краснодар. Как выбрать лучший гибрид кукурузы и повысить ее урожайность? Об этом и не только расскажут специалисты на полевых семинарах для аграриев. Они пройдут в станице Казанской, Кавказского района. С 8 по 12 августа там будет работать инновационный центр «Декалп». Все желающие смогут посетить теоретические и практические занятия. Они будут проходить прямо на поле, где посеяна вся линейка гибридов кукурузы бренда «Декалп». Специалисты познакомят сельхозпроизводителей с новинками селекции, ну а также ответят на вопросы аграриев. Здесь на 20 гектаров площади все желающие могут познакомиться с новейшими технологиями возделывания кукурузы, включая опыты с различными густотами посева, с различной скоростью посева, сравнение влияния доз удобрений на культуру, а также наиболее частые агрономические ошибки, которые встречаются при возделывании культуры. Программа мероприятий включает розыгрыш ценных призов от инновационного центра. Подробную информацию можно получить на официальном сайте. Его адрес сейчас на экране. Отдых в престижном отеле за яркое фото. Необычный конкурс в соцсетях провела фирма «Прибой» производитель кваса Староминского в честь своего 20-летия. Для участия в нем жители Кубани прислали более 400 креативных работ. Вручение наград нашумевшего фотоконкурса «Лето с квасом Староминским» состоялось на заводе фирмы «Прибой». Победителем и призером проводил экскурсию и раскрыл секреты приготовления любимого напитка лично директор завода. Нашему предприятию в этом году исполнилось 20 лет и мы решили сделать такой серьезный конкурс для того, чтобы как-то отметить наших покупателей, которые уже 20 лет пьют нашу продукцию. И придумали такой интересный конкурс, чтобы можно было принять участие с широким округом. Чтобы все сфотографировали наш квас, себя любимых на фоне нашего кваса, прислали эти фотографии. Месячный запас кваса за третье место, уикенд в санатории «Знания» за второе, а лучший из почти 400 конкурсных работ жюри признала фото семьи Кузьменко из Краснодара. Им и достался главный приз недели шикарного отдыха в Кимпинске «Гранд-отель Геленджик». Мы, конечно, не ожидали, что победим в этом конкурсе. Хотим сказать спасибо огромное квасу Староминскому за то, что предоставили нам такую возможность. Нам очень здесь нравится невероятный отдых, шикарный пляж, бассейн. Мы в восторге, действительно. Огромная территория, собственный пляж, бассейн и горки, зеленый парк и скверик. Сказочный вид на горы и море с номер отеля. Такой отдых семье запомнится надолго. Юбилейный летний сезон квас Староминский начал с установления рекорда Гиннесса на самую большую в мире окрошку. Продолжил фотоконкурсом. А завершает прекрасными фотографиями любимых потребителей на билбордах краевой столицы. И обещает удивлять и дальше яркими событиями. На Кубань обрушится поток Персеиды. Звездный дождь уже начался, но пока на ночном небе не виден. Пик метеорного потока придется на следующую неделю. 12-13 августа падающие звезды будут заметны даже без телескопов. Но по словам астрономов, метеорный поток – это след кометы Свифта-Тутля. Маленькие частички размером со спичечную головку влетают в атмосферу и оставляют за собой светящийся след до 800 метров. На Кубани звездопад будет в юго-восточной и восточной частях неба. Наблюдать за ним лучше ближе к полуночи и до рассвета.